Всем привет, друзья! Руки немного трусятся, потому что я занимаюсь. Сейчас я, собственно, сделал небольшое превью нашего стадиона, вернее, нет, нашей площадки уличной, которая называется ЖЛЗК или Железяка. Вот как это дело сейчас все выглядит. Здесь Андрюшка занимается, он вообще ходит чаще всего просто на меня смотреть, но на камеру решил позаниматься. Это брусья со специальным нано-напылением, его только недавно сделали, оно матовое и не скользит. Очень прикольно, особенно с такими моднявыми перчатками этими из эпицентра. Моща. Идем дальше. Это у нас столик еще с советских времен здесь был с 15-5 килограммовыми такими гантельками. Они приварены на цепях, ну, во избежание там искушений различных. Достаточно тяжелые, вот с такими крепежами все, естественно, делается под заказ, хотел сказать. В общем, все это просто просится и варится. Вот это вот недавно сделали, это сейчас вещь, которая радует меня больше всего. Изначально были турники, вот эта вот тема, как везде, просто три секции. А сейчас добавили такую целую коробку и получается летом просто здесь нереально заниматься, потому что очередь реально сильная. И что, собственно, добавили? Добавили еще одну низкую самую, добавили вот такую вот перекладину для девчонок, чтобы отжиматься и для того, чтобы уже в конце тренировки забиваться, а снизу просто типа подтягиваться параллельно земле почти. Вот это вот моя любимая коробка, она просто самая высокая. Но и то, чего я очень-очень давно ждал, это вот эта перекладина с двумя типами. Ну, с тремя, но по факту задумывалась как два. Широкого хвата, то есть это или раз один, или вот этот и вот этот. На самый широкий, ну, как бы это писями по воде. И параллельный хват. Все с таким же нано-наполедним. На самом деле краска просто, она такая, как антибитумная, не знаю, или что. Ну, короче, она достаточно такая цепкая и в сильных перчатках не скользит. Вот это с советских еще времен здесь благо не украли, потому что несколько еще было таких и украли. И дальше идет уже по хардкору. Вот это первое до оборудования площадки. Жим лежа, тоже на цепях, с тормозными дисками от грузовиков. Можно навесить здесь максимум 72 килограмма. И ее прикол в том, что она достаточно для узкого хвата, то есть надо держаться близко. Это был как бы недочет, скорее всего. Поэтому мы потом его исправили. И здесь интересно, что вот этих вот фиксаторов раньше не было. Но так как люди часто снимают ее, чтобы именно бицепс заниматься или приседать с ней, то и решили сделать так, чтобы можно было после приседания сразу спустить. Шведская стенка здесь давно была. Установили только вот этот прикольчик для пресса. Тоже мягкий, офигенный. Ну и вот еще одна скамья для пресса. Это так, чтобы уже лечь. Вот здесь ноги, вот там голова. Идем дальше. Это просто, да, оборудовали здесь брусья. Груса. Самая вообще первая здесь появилась тема. Это то, на чем проверяли, украдут или нет. И вот, собственно, исправление. Это тас камья со штангой, которая уже под широкий хват. Здесь 80 килограмм в максимуме. 50 наварено изначально. То есть это минимально. Там, кстати, 40 минимально. Изначально 46. Все мягенькое. Ну и как видите, что очень радует, что ничего не разворовывают, не режут эти темы. То есть, ну реально, народ уже какой-то осмышленый стал. Прикольно. Ну и вот только сегодня повесили пониже фонарик. Раньше он висел выше и смотрел чуть-чуть не туда, куда надо. Теперь он нормально освещает все это дело. И вот эта вот часть в самом начале площадки, она будет переоборудоваться. Так как турников доставили. И вот этот такой. К нему, как видите, тоже приобрели штангу. Она офигенная для бицепса. На самом деле не тяжелая. Она всего лишь 22,5 килограмма. Но в конце тренировки ей забиваться прикольно. Ее мы просто перецепим куда-нибудь, переварим. А здесь будет 4 тренажера. Поэтому уже узнаете потом. Там будет прикольно все. Вот так, друзья, и живем. Постоянно модернизируем. Благо, ну, кстати, если вы читали мою статейку, небольшую заметку, вернее, про то, как все это случилось. Просто нашлись ребята, которые проявили инициативу и начали вот это все делать. Сначала за свой счет мы здесь скидывались. Потом разместили счет в группе ВКонтакте. И, собственно, первое, что получилось сделать после сбора денег, такого первого общественного. Кстати, даже мэр Вышгорода скинулся. Это вот эта вся коробка. Короче, если нравится, ставьте лайк, подписывайтесь. Может, будут какие-то вопросы, готов на все ответить. Всем пока.